Это евро 50, вот так. Так, доброго добра, спасибо. Легче разговаривать на русском или на украинском? Ну, мне не тяжело разговаривать на украинском, но я просто всю жизнь разговариваю на русском. Поэтому, естественно, мне легче разговаривать на русском. Но украинскую мову я знаю доброе и могу спілкуватись вильно. И если я попадаю в средовище, где люди спілкуються выключено украинской мовой, то я буквально день-два и я вообще балакаю теки украинскую. Так, у тебя какие корни Кавказа? Никаких у меня нету корней Кавказа. Так, Украина, привет, ценный космос, блядь. Европейский, блядь. Так, Верчик, не, нормально, комфортно. День добрый. Алекс, приветствую. Дима, у вас легалайз. У нас в Германии легализировали марихуану. Саня, ну у нас как бы вот уже вот-вот тоже. Уже там медицинский каннабис, там какие-то законы. Уже вывели его из разряда опасных веществ. Короче, скоро будет легалайз, да. Ну уже как бы никаких нету несудимости за траву. Есть там, то есть тебя там, насколько я знаю, если ты там встряешь с травой, то ты там можешь по справке закрыть дело вообще о том, что ты там пошел к психологу. Ну скоро этого вообще не будет. Уже, ну как бы, все проще и проще. На периферии 47 гривен литр соляры, вон пишут. Поэтому, грубо говоря, евро литр. Дима, а ты сам киевлянин? Да, я родился в Киеве. Мобильная связь сколько стоит в месяц? В месяц, ну смотря какая. Я вот у меня безлимит, Киевстар, я плачу 600 гривен в месяц. Это 15 долларов. Так, Оз, Одесса, приветствую. Так, ставим лайки, будь то людьми. Согласен, будь то людьми, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так, у меня корни украинские, русские. Ну, понятно, спрошу Юра еще раз. Будете ехать в сторону Проспекта Маяковского или Марины Цветаевой? Слушай, ну я буду ехать в сторону Проспекта Маяковского. А что вы хотели? Так, приветствую, в Германии есть окупасы, которые могут занять чужое жилье. И им за это ничего не будет. Так, это вы у меня спрашиваете? Я не знаю, я же не живу в Германии. Привет из Сибири, приветствую. Привет советские люди или что там, из Хорватии. Я думал, ты чеченец. Нет. Я чистый салоед. Хохол чистокровный. 300 гривен безлимки в Старом Хмельницком. Ну, это не тот безлим, о котором ты думаешь. Безлим, он не совсем безлим. Там, когда ты, в этих пакетах, о которых ты говоришь по 300 гривен, там есть определенное количество гигабайт, после которых, когда ты их и стратишь, скорость интернета уменьшается. Но он также считается безлимитным. А у меня скорость интернета не уменьшается в любом количестве потраченных гигабайт. Понял? В этом разница. Хотите истории семьи? При СССР раскулили семью, где-то 12 детей отправили в Сибирь. Там жутко жили, много от голода умерло. Потом бабушка единственное вернулось в Украину и всегда знала, что узким нельзя доверять. Таких много историй очень. Куда едешь? Приехал сейчас в магазин. Так, все славяне объединяйтесь. Неужели это сейчас так важно про марихуану? Ну, спросили люди, я рассказываю. Тут все приезжие им припаяют Погонялова в Калининградск. Припаяют Погонялова в Калининградской области. Там. Сколько интернет стоит? В плане какой интернет? Ну, домашний типа? Я не помню, что-то я там в районе 400 гривен плачу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...